На территории Славинской автошколы ДОСААФ состоялся муниципальный этап военно-спортивной игры «Зорница». Командам из разных школ города и района предстояло проявить себя в военизированных конкурсах и эстафетах. С подробностями мои коллеги. Военно-спортивная игра «Зорница» началась с торжественного построения команд. В соревнованиях приняли участие 8 сборных из школ города и района. Перед началом состязаний с приветственным словом к участникам обратилась начальник отдела воспитательной работы Управления образования Елена Щурова. Сегодня здесь собрались самые лучшие. Вы то, чем мы можем гордиться. Вы молодцы, что вы участвуете в таких мероприятиях. Сегодня не будет проигравших. Сегодня все победители. Я каждому из вас желаю удачи, ну и каждому победы. После торжественного открытия будущие защитники Родины отправились на эстафеты. Сначала ребят ожидал традиционный конкурс «Строя и песни», где участники показали, как они умеют чеканить шаг. Всё! И раз! Валерия Кошель из школы номер 17 уже не в первый раз принимает участие в военно-спортивной игре «Зорница». Она считает это хорошей возможностью приобрести навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Это интересно. Мы тут знакомимся с ребятами, получаем опыт, становимся настоящими девочками. Например, я буду в будущем, хочу стать тоже военной. И поэтому я езжу на такие соревнования. Программа состязаний была очень насыщенной. Участникам предстояло проявить себя в смотре физической подготовки «Готов к труду и обороне» в военно-историческом конкурсе «Равнение на героев», а также продемонстрировать свои умения в метании гранат и стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата, снаряжении и магазина. Победителем муниципального этапа стала команда 29-й школы. Она и представит наш район на краевых соревнованиях, которые пройдут в конце июня в Северском районе. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа События.